всем привет друзья вы смотрите новую серию рубрики где я смотрю вирусной футбольной войны из интернета но с недавних пор я решил приглашать гостей и сегодня у нас иван сопрыкин и кей бизекс рова пацаны новые друзья пишите в комментариях те войны которые хотите увидеть в нашем исполнении чтобы мы повторили заване конечно но согласиться сможет не сможет мне помочь в этом связи за любой эксперимент тем более такие нестандартные где ништяк вперед смотри друзья одну минуту вашего внимания никаких платных интеграций в этом ролике не будет только по делу пауза на канале была вызвана небезызвестными событиями честно говоря мне было совсем не до создания контента но я понимаю что необходимо работать поэтому я снял данное видео и следующий ролик при вашей поддержке не заставит себя долго ждать к слову говоря монетизацию как вы знаете youtube тоже отключил поэтому я решил вам кое-что рассказать я возобновляю еще одну свою деятельность а именно выступление с фристайлом и паной на мероприятие а это значит что любой из вас может заказать футбольное шоу в моем исполнении или моей команды на события любого уровня от крупных ивентов до личных праздников в москве и других городах будь то фестиваль корпоратив или даже день рождения моего подписчика welcome обращайтесь в описании к этому видео оставлю ссылку на свой сайт где вы сможете узнать больше информации и оставить заявку а и еще там можно приобрести видео поздравления в общем все сказал спасибо за внимание продолжаем девчонка сделал кома который январь не сделал 10 халфбеков про он еще ноги прямая россии рост не позволяет удобно обкручивать мяч ей приходится прямыми ногами крутить прикинь лютера что за привода у нее она вообще жесткая задротка на просто вот ну бешеная хорошая монтажер хороший думаешь монтаж ну ну чё смысле его замах не соответствует скорости полета мечались прям сразу читать это знаешь кто узнаешь не интересно ты вот это один из братьев они это англичанин да по моему они выберись дай ответ один из двух это англичанин он был мелкий нет совсем еще а ли это брат все-таки правда не ожидаешь что он взял вообще не ожидаешь забил хоть и брайки дожибать он сейчас пропал по моему нет он пропадал какое-то время знаешь почему ну ты не видел реально ты чё об этом чуть ли не откинулся не убит он играл футбольный матч вышел 11 с вратарем его вратарь так сильно снес что мой он там сознание потерял ему операцию делали весь живот в швах короче полностью весь внутреннее кровотечение было он восстанавливался короче несколько месяцев ну и все сейчас он более-менее восстановился и продолжает деятельность это уже по моему видео после травмы красава и здоровья джеку выставочный матч сразу видно блин вот эти конечно как товарищ африканского очень круто потому что это особый вид искусства какого-то да 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 как они к этому пришли меня удивляет прикольная культура футбола то есть очень обычно хотя играть в ту же самую игру по сути а то несколько добавил новый труп вообще не рискованные конечно разбит можно повторять да прикинь еще сколько попыток у него это что до нас бегать в стиле ронолдзи мне кажется классно хорошо а еще это круто что за что разложил от таких роликов но это по-моему тоже монтаж но мне кажется да особенно это чувак джон фарнборд он постоянно не очень грешит да да за его реакции на играми видно во первых во вторых слишком мяч опять же посмотреть как сильно улетать смешно говорит и правда и смешно его сложа за еще промажут поразительно дает это кто-то он как будто не хотел забивать но он рисковал очень рисковал смотрю промазал да сейчас он специально типа это довольно сложно чувак сделал ранее ставил то что мне пытался это реально сложно выполнить да и назад бежишь еще и мяч контролировать очень хорошо технично делегран молодец классическая панк нормально просто на вариант как для выполнения вот интересно попробовать это этот джерем били выиграл обили куда именно караул чеканит думаю попробовать я катаешься на лыжах а на чем на сноуборде один раз жизни как это кринги просто лютый братан это жесткий можно по моему лицу понять как я переживаю волнуюсь мне интересно было у тебя спросить вообще и многие подписчики возможно даже не в курсе что вы были на комедии клад как вообще-то оказали почему я дико волновался просто по мне посмотри не знаю я очень переживал мне прям кровь в голову привела я начал всякую херню говорить как вы попали туда вообще а нужно было футбиков загнать туда глушакова и шишкин по моему то есть интерактив что провести ну да да уже не его сделать то есть вы там не платили деньги были ништяк ништяк это клёво что реклама что ценик за выступление не поднялся к сожалению со стыдом вспоминаю этот день просто из-за того что слишком переволновались архандом вечный что-то исполняет тоже прикольно сделали можно попробовать повторить интересный элемент прикольно было бы здорово хотя бы на показательном матче так интересный мув на выступление задействовать опять же африканские уже не а фристайл африканский они так несуразные движения такие придумывают виктор царёв вызов принят нет только виктор царёв че не знаю тоже у нас рекордсмен там всякий с мечами жонглируют ю вот тоже интересно как будто вот реально не похоже на постанову люди типа впечатлил чё можно циркач типа не похож на фристайлера но стол делать акеда у него смотреть футбольный но он на циркача техника такая это видел а меня тоже миллион раз отмели это уже не решил добавить на галочки все портит почему-то повторить на шару мне падает все время куда-то нужно долго довольно таки держится помню вспоминаю себя когда я работал в леруа мерлен если и работа в леруа на смену это же коробки там а как блин хигак и тогда еще только начинал представить а вот интересно тоже насколько вы будете пришло довольна модка дежуре 10 бог мне интересно смотрим номер силикопов это мой самый любимый трик-шот это скилл а это значит ну афер плюс слушай это мой один из любимых сейчас парня в северном да? очень хороший да стилёк там и внешний флоу на гранд скилл вообще да ооо вот это люди вообще прикинь башкою так а прикинь башкою? а он башкою? виском причем да или чем-то вот это сейчас есть ты же футболист и ты за красоту интересно знаешь ли ты кто взял премию Пушкаша в 2021 году? нет ну и вот собственно это самый красивый гол за 2021 что никто лучше не взял ну и же много красивых было на самом деле это не в 2021 году через себя ну это такой особенный прикольный то что он типа в лунку прям попал да еще по бильярдам да 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 еще между ног то есть вот прям по бильярдам уголочек да красивый был ну как игрок я его ненавижу как игрок в пану да он очень грязный он очень такой прям противный мерзкий вот и здесь он здесь да 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 вот это кринж вообще прям вообще сильная херня кому это заходит я не понимаю да но то что он делает это конечно скилл в этом вопросе многое мне не нравится короче считаю что талант есть но но используют иногда не по назначению блин я сначала реально подумал что он салахой возит но потом смотри ну не может так он двигается да 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 просто на него такие вот ну очень похожи я просто видел давно-давно фотку совместную салахой с этим типом блин вот это очень сложно да да еще очень просто вот попробуйте сделать и а если не пробовал ну попробуйте как у нас называть это русский танец какой то есть и да присядку попробуйте сделать присядку просто без чеканки вот просто не завалившись назад Это движение, когда так танцуют на ноги. Вы взятки называют. Да? Да. Объявляю розыгрыш. Вот так спонтанно. Хочу подарить одному из вас футбольный мяч со своей подписью. Я завел телеграм-канал, где я публикую новости из мира фристайла уличного футбола и своей жизни. Делюсь там мнением и интересными вещами. Разыграю мяч там, в телеграм-канале, сразу после того, как наберется первая тысяча подписчиков. Ссылка будет в описании этого ролика. Присоединяйтесь. Да это как бы уж сложно от Пантеры. Ну это не просто, это факт. Очень хорошо. Ну вот мне кажется, это было бы интересно попробовать повторить. Давай. Я на самом деле, когда увидел, мне это очень захотелось сразу это сделать. А, прикольно она как-то мне понравилась. Смотри, как смотрит с классом. Солидно. Трюк какой-то я придумал вчера. Ну очень сложный, гимнастический. Один из самых сложных трикшотов, которые я нашел за эти месяцы. Вот это я не видел, но это люто. Очень сложно. Да, вот здесь он... А, или что? Бля, он, наверное, никогда его не делал, а сегодня сделал. Да-да-да. О, знаешь, этого чего кажут? Да, он, короче, как этот сейчас, да? Который... Как кто? Тиктокер, которого... Как Иван Гай? Нет, которого... А, ну да-да-да. Типа он такой же, вроде и актерский, а у него слабый. Он, типа, смешной тем, что он очень кринжовый, но, типа, он не понимает, что над ним смеются и делает, типа, серьезный крутой контент. Я уверен, что он убежден в том, что никто не понял, что это склейка. И он на серьезе все время орет, что... Ну, в чью-нибудь он серьезно орет. Да-да-да. Я вот такие речи, очень интересно, он знает, что он говорит. Ресеба, а я знаю. Ну-ка. Он говорит, получай, блядь. А кто? Потом, что-то он говорит, типа... Наверное, говорит, там, типа, вратарь в перчатках каменчика стоит. Верьте в себя, верьте в бога. Типа, аллилуйя. Чувак вообще суперзаряженный. Собственно, все, да? Да. Блин, хотелось бы еще посмотреть и смотреть. На самом деле, я соглашусь с Антоной. Смотреть это прикольно, но попробую повторить куда круче. Поэтому, парни, накидывайте с удовольствием. Попробуем свои силы и попробуем вас удивить. И, может, бы даже переплюнуть где-то в технике исполнения. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Ваню. Ссылка будет, конечно же, в описании. Ставьте лайк. Всем пока. Спасибо, Антон, что пригласил. Взаим.